Школу номер 36 теперь не попадешь без таких акробатических движений. Чуть больше недели назад вдоль Волочаевской установили дорожное ограждение. Теперь либо лезть через них, либо в обход, говорят родители школьников. Нам вообще вот эта дорога, как говорят, гордость наша для Красноярска нужна. Вот начиная с самого сноса домов у людей проблемы и вот кончая нами. Вот сейчас мы ходим в школу. В прошлом году мы ходили по грязи. Весна, осень не пройти было. Сейчас вот мы еще бегали через дорогу. Вот буквально на каникулах перегородили. Теперь вот перелазим. Надземный пешеходный переход строится, но родители учеников говорят, что сделали его слишком далеко. Ходить неудобно. И есть опасения, что дорогу откроют раньше, чем сам виадук. Чтобы хоть как-то решить проблему, в школе организовали подвоз учеников. И после каникул увеличили количество рейсов. Автобусы будут, четыре рейса у нас будет. То, что школа оказалась в такой изоляции, ну, это ведь неудобно. Неудобно, а что делать? В Курдоре поясняют, проект Волочаевской развязки прошел государственную экспертизу. И, скорее всего, оборудовать переход ближе к школе нельзя. Как и установить светофоры, потому что эта улица магистрального значения решит проблему строительства еще одного перехода. Знаю, что город должен построить еще один пешеходный переход надземный, который уже будет удобен, как бы, что называется, и для жителей, и для тех, кто ходит в школу, как бы, и так далее. Вот, ну, к сожалению, не удалось все одновременно построить, потому что тот пешеходный переход второй – это уже городская история, да, как бы, ее город должен построить. Конечно, в идеале было бы, чтобы все одновременно, раз бы, и все бы получилось бы, всем было бы удобно. К сожалению, не всегда такое становится возможным. Кроме того, в управлении дорог отметили, что по контракту подрядчик обязан полностью сдать объект до конца ноября. Тогда же откроется и надземный пешеходный переход.